Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Кто первый раз меня видит, я продаю и устанавливаю дымоход на территории Республики Беларусь. Со стороны компании Ferrum мне позвонили, попросили приехать делать маленький обзор. Сейчас перед вами коммерческий директор данного предприятия. Всем добрый день. Как вы рекомендуете собрать систему дымоудаления? Это приставной будет, либо насадной на печку ставится и идем наверх вертикально. Да, давай поясним, что такое приставной, что такое насадной дымоход, как бы обычным языком. Насадной дымоход это когда у нас дымоход, можно сказать, прямой. Мы его поставили на печку, вот он выходит прямо, да, может какое-то быть обхождение препятствий какое-то и труба выходит дальше через кровлю, вверх, в атмосферу, так скажем, да. А приставной дымоход, когда у нас от печки, то есть когда у нас идет отдельно стоит ствол, то есть основной вот дымоход, начинается он с ревизии, там с присоединения к печке и дальше идет вверх, да, головка. И существует участок присоединения печи к этому основному стволу, но это, как правило, горизонтальный участок. Вот, то есть такой дымоход называется приставной. Приставной дымоход очень часто делают по фасаду здания, то есть выносят трубу сразу на фасад и по фасаду пускают этот основной ствол. Однозначно мы сторонники только приставных дымоходов, потому что в насадных дымоходах есть несколько проблем. Первая проблема это чистка этого дымохода. Неудобно чистить, когда у вас сажа или зола падает куда-то в печь или там в котел, и вы не можете этот процесс даже проконтролировать. У вас нет ни реализационных отверстий, ни лючков, ничего, то есть с этим проблема. Вторая проблема то, что, как правило, зачастую при таком дымоходе мы упираемся в конструкции самого здания. Это могут быть балки перекрытия, стропильная система, сама кровля, которую тяжело как-то обойти, разрезать. То есть, ну, этот дымоход, он имеет право на существование, но с ним проблем больше. То есть, если есть возможность поставить приставной дымоход, я все-таки сторонник именно поставить приставные дымоходы. Конечно, я тоже сторонник. Кто вас опыт показывает? Да, кто подписан на мой канал, тот замечательно знает то, что я сторонник приставных дымоходов. Вам не надо резать кровлю, вам не надо резать потолки, вам надо только сделать отверстие в стене. Не важно, какой брус, либо газосиликат, либо кирпич, либо отделочный материал, но вы делаете одно отверстие. И все, и вы идете вверх, и чистите, и вся грязь, это все у вас дымоход, который у вас не касается. И, кстати, вы можете вообще уйти от грибков, об этом я тоже, возможно, задену этот вопрос на обзоре материалов. Следующий, потому что тоже больная довольно тема. Но вы уходите от многих проблем. Из проблем, которые я сейчас столкнулся в этом году, по крайней мере, это прорезание кровли, это кровельная мембрана. Вы нарушаете ее, и конденсат никуда не денется, будет у вас поступать по трубе. А почему я к этому пришел, ну, есть, когда вы врезаетесь, у вас втекленная кровля, заказчик говорит, я хочу Дима вот так сделать. Сейчас я так уже не ведусь. Нет, почему не ведусь, потому что я переделал один дымоход за свои деньги. Да, собрал, так же человек пришел, он сказал, давай, Дима, пальцы распальцовка, собери мне красоту, вот здесь вот я хочу в центре собрать дымоход. Я ему собрал. Но когда все потекло, он снова уже позвонил, Дима, помоги. Поэтому, ну, я решил эту проблему, она мне очень дорого далась. И сейчас я уже клиентам предупреждаю, никакой гарантии я не даю, потому что вот эти вопросы надо решать на стадии проектирования, когда кровельщики закрывают вопрос из кровли. Да, но не тогда, когда у вас уже сделан дом. И еще, если у вас энергосберегающий дом, ни в коем случае не решите кровлю. Это вообще у вас беда будет. Все, что вы сделали, затумка ваша, с экологической точки зрения, еще чего-то, вы просто ее сразу храните, когда ставите дымоход вверх. Поэтому только приставные дымоходы, это правильный дымоход. И, конечно, вы уходите от многих головной боли. Да, это дороже. Да, это материалы производитель продает больше. Продавец на монтаже, ну, я как монтажник, это стоит тоже монтаж дороже. Но это правильно. Вы можете потом со временем поменять любую печку, любой тепловой агрегат, но дымоход у вас останется. Это тоже очень большой плюс. То есть, представьте, вам надо демонтировать, у вас вышел там камин из строя, демонтировать эту трубу. Это вообще, это не дай бог. А при приставном дымоходе, вы просто ее выдергиваете и другую же ставите на это же место. Все. Поэтому только, конечно, приставные дымоходы, это правильный дымоход. Ну, а обслуживание по приставному дымоходу проходит на улице, да? То есть, нету грязи просто. В доме это делать просто нереально. Ну, это очень удобно, когда отделка сделана. Поэтому, имеет ли право на существование у нас одной дымоход? Да, имеет право. Но, соответственно, если у вас есть возможность поставить приставной, то лучше ставить приставной. Да. Поэтому, особенно если у вас дорогой камин, если вы монтажник, не рискуете, не надо. Я за такие дела уже не... Ну, вернее, я без гарантии когда монтирую такие дымоходы, говорю, как с точки зрения моей. Потому что... Ответственность. Да, ответственность. И можете посмотреть, у меня на обзоре есть рок-одроп. Это дорогой камин навесной, где заказчик хотел пойти вверх. Я его отговорил и правильно сделал, потому что он недавно мне звонил, говорит, Дмитрий, у меня на кровельном браоходе появился конденсат. Конечно, это же металл. Об этом тоже я посвящу одно из своих видео. Это он еще не коснулся с того, что у него может потечь. Я ему тоже это сказал. Я его переубедил. Но не всегда бывает, что человека можно переубедить. Вы должны понимать, во-первых, переделка, она стоит дороже. И, во-вторых, просто тратить свое время на ту работу, которую я уже сделала. Мне это, по крайней мере, не приносит никакого удовольствия. Все, всем хорошего настроения. Конечно, с вами был Дмитрий Михайлов, Комменбай. И Илья, руководитель коммерческой компании Первого права. Спасибо, что досмотрели до конца. Выбирайте хороший продукт. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова